Только для леди и джентльменов и никаких гендерных местоимений. Именно так создатели приложения онлайн-знакомств для консервативной аудитории США анонсировали запуск нового сервиса The Right Stuff. В ролике, опубликованном на сайте проекта, Райан МакКеннони, сестра бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Кейли МакКеннони, ясно дает понять, на платформе ждут только людей с традиционными консервативными взглядами. Среди главных приоритетов семья, дети и религия. Мы сожалеем, что вам пришлось потратить годы на свидания с людьми, которые не смотрят на мир нашим взглядом, то есть правильным взглядом. Однако главным фактором, объединяющим всех пользователей The Right Stuff, по всей видимости, является поддержка экс-президента Трампа. И создателей приложения, судя по всему, не смутило, что главный инвестор, миллиардер и давний сторонник Трампа Питер Тиль, открытый гей, который уже несколько лет состоит в браке с мужчиной. Мы уже много раз видели, как машина Трампа генерирует рекламу вокруг имени политика. Некоторые компании, созданные республиканцами, только для этой цели и создаются. Они просто чувствуют, что американские корпорации недостаточно отображают их ценности. Я думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать запуск новых подобных проектов, как альтернативу компаниям, которые поддерживают левые взгляды. В интервью русской службе «Голоса Америки» сооснователь приложения и экс-советник администрации Трампа Дэниел Хафф, пытаясь объяснить, зачем нужна отдельная платформа для знакомств, посетовал на то, что сторонникам Трампа гораздо сложнее найти подходящего партнера. «Когда я еще работал в Белом доме, я отправился на свидание с девушкой. Когда я ей сказал, где работаю, она встала и ушла. Даже не прикоснулась к бокалу вина, который я заказал». Хафф утверждает, что алгоритм всех популярных приложений для знакомств, вроде Тиндера или Бамбл, изначально противоречит ценностям консерваторов. «Один из примеров того, насколько такие приложения предвзяты, — это стикеры, которые вы можете использовать в своем профиле, чтобы показать, что вы любите и поддерживаете. Но обычно это только вещи, которые поддерживают люди левых взглядов, например, феминизм или право на аборт. Это все хорошо, но почему в этих приложениях нет ничего для людей консервативных взглядов, например, вторая поправка Конституции, гарантирующая право на оружие или запрет абортов?» The Right Stuff можно скачать бесплатно, но для регистрации необходимо получить приглашение от уже действующего пользователя. Также надо заполнить анкету, в которой среди прочего можно указать любимую цитату из Библии или свое мнение о событиях 6 января 2021 года. Новое приложение для знакомств в эфире своего шоу уже высмел телеведущий Тревор Ноэ, пошутив, что благодаря The Right Stuff ФБР будет легче найти участников штурма Капитолия. Противоречивые отзывы оставляют и первые пользователи. «Я достаточно консервативен, но это приложение для знакомства с экстремистами. В анкете есть вопросы о 6 января и любимой либеральной лжи. Этот сайт – рассадник дезинформации и ненависти». «Я указал, что был участником событий 6 января, потому что я патриот. В тот же вечер я получил звонок от агента ФБР». «Из всех существующих приложений для знакомств я выбрал The Right Stuff, потому что они поддерживают консервативные ценности. Мой личный опыт показал, что для меня важно, чтобы мой партнер разделял мои религиозные и политические взгляды. Я уже сходил на одно свидание с милой девушкой. Думаю, мы с ней еще встретимся». The Right Stuff – не первая попытка сторонников Трампа создать приложение для знакомств. Еще в 2018 году для пользователей айфонов и андроидов стала доступна платформа Donald Daters. В феврале этого года собственную соцсеть Truth Social запустил и сам Трамп. Однако ни один из этих проектов нельзя назвать успешным. Причина, по мнению маркетологов, заключается в том, что создатели подобных приложений не особо волнуют положительные отзывы или рост числа пользователей. Их главная цель – в очередной раз привлечь внимание к Дональду Трампу. «Мы не видим, чтобы такие компании были очень успешными, ведь им приходится соревноваться с огромными корпорациями, которые существуют уже долгие годы и у которых есть большие ресурсы. Готовы ли консерваторы взять на себя расходы, чтобы переманить на свою платформу их пользователей, будь то приложение для знакомств или новый стриминговый сервис, нам это только еще предстоит узнать». Команда The Right Stuff в свою очередь заявляет, что верит в свой проект и надеется доказать, что приложение, в отличие от многих других, все-таки станет исключением и не окажется в папке «Удаленные». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...